Это далекая радиогалактика, которую сейчас изучают российские ученые на Большом Азимутальном телескопе, или сокращенно БТА. До сих пор он самый большой телескоп Евразии, и даже спустя 35 лет после запуска по-прежнему остается на переднем крае науки. Решение о его строительстве приняли еще в начале 60-х годов прошлого века. Тогда новый рефлектор должен был стать самым-самым. Самое большое зеркало в мире 6 метров, самая новая конструкция телескопа и самое высокое здание обсерватории в мире. Место для БТА и специальной астрофизической обсерватории выбрали на отрогах горы Пастухово в Карачаевой Черкесии, на высоте 2100 метров над уровнем моря. Прозрачный воздух и удаленность от крупных городов позволяли провести на телескопе по-настоящему уникальные работы. Строительство началось в 1965 году. К 1970 году достроили здание обсерватории, а в 1974-м телескоп наконец запустили. Высота башни 53 метра. Этот рекорд до сих пор не побит. Диаметр поворотного купола, который закрывает телескоп, 42,5 метра, а вес около 1000 тонн. Главное 6-метровое зеркало телескопа весит 42 тонны. Оно покрыто отражающим алюминиевым слоем и обладает высокой точностью рабочей поверхности. БТА может вращаться относительно двух осей – горизонтальный по высоте и вертикальный по азимуту. Именно за такую схему работы он и получил свое название. Конструкция прибора достаточно проста. Внизу находится главное зеркало в оправе. Над ним на каркасе крепится зеркало неподвижного фокуса. А на самом верху конструкции – стакан первичного фокуса с кабиной наблюдателя. В него можно попасть с маленького балкона под самым куполом обсерватории. Управление прибором полностью автоматизировано. Снаружи рядом с куполом стоит уникальный подъемный кран, который сделали специально для обслуживания забрала купола и самого телескопа. Сейчас на верхней площадке обсерватории, кроме БТА, работает еще рефлектор ЦС-1000 с метровым зеркалом. Он предназначен для наблюдения за яркими астрономическими объектами и нередко становится вспомогательным оборудованием при работе БТА. Продолжение следует... Продолжение следует...